Детский социально-культурный фестиваль национальных игр России В его рамках детей обещают познакомить с колоритными национальными играми А мы сегодня познакомимся с той, кто этот фестиваль организовывал У нас в гостях сегодня Мария Игоревна Баханок Заместитель директора по развитию и организации культурной и досуговой деятельности в парках Ульяновска Добрый день, Мария Добрый день Расскажите, что за фестиваль, что за программа, для чего, для кого? Давайте начнем с того, что это потрясающая история Мы действительно смогли войти в число немногих, кто выиграл грант такого федерального направления, как Движение первых Это движение создано как раз для поддержки инициатив поддерживающих детей в возрасте от 6 до 18 лет У нас в регионе этот грант был поддержан, поддержали 4 организации Сумма нашего гранта 3 800, мы безусловно гордимся ею И благодаря этой поддержке мы смогли, и сейчас идет как раз этот процесс Мы смогли изменить спортивную площадку, которая находится в парке «Семья» Она была там футбольная площадка с таким старым покрытием И корни деревьев, к сожалению, уже выпирали из этой площадки И дети, это было небезопасно уже на самом деле, играть детям и в футбол, и в другие виды спорта, и игр Хотя площадка пользуется популярностью просто бешеной До ночи там постоянно дети, малышня и взрослые играют и гоняют в футбол и абсолютно разные игры То есть, в принципе, востребованная территория, но, к сожалению, не было возможности изменить И сделать ее более современной и безопасной Вот благодаря вот этому гранту у нас получится это сделать Именно сейчас на территории парка «Семья» уже забетонировали площадку Следующий этап будет нанесение безопасного покрытия Вот этого резинового, хорошего, качественного, которого мы так все ждем Конечно, что касается дальнейшей судьбы площадки, если говорить, после фестиваля То мы установим там еще и футбольные ворота, но это будет уже после Так, чтобы дети могли играть и в те игры, которые, в общем, изначально мы планировали и планируем обучить Это национальные виды игр, но и полюбившийся уже, безусловно, футбол и какие-то еще игры, которые они захотят играть То есть просто будет такая хорошая, безопасная площадка Ну а что касается фестиваля Он действительно пройдет в четверг и в пятницу, 2 ноября, прямо перед праздничными днями И он будет посвящен играм России Мы подумали о том, что здорово было бы обучить ребят национальным играм Такие как лапта и городки Когда начали готовиться к заявке, прописывали вообще все цели, задачи, ознакомились Ведь, ну, для парков, ну, не было в парках у нас ни лапты, ни городков Поэтому нам пришлось буквально по крупицам искать людей, которые занимаются у нас в регионе этими направлениями Слава Богу, что люди оказались отзывчивые И поддержали нас, и сказали, что с удовольствием будут заниматься обучением ребят Тем более, если будет такая хорошая площадка Надо сказать, что в рамках гранта мы приобретем все оборудование для этих игр То есть это все останется в парке И после зимнего сезона, уже когда мы будем в мае открывать новый летний сезон парковый Конечно, все это оборудование достанется И можно будет снова играть в эти игры Оно останется все на территории парка «Семья» Поэтому я думаю, что ребята спокойно могут подходить к менеджеру парка Брать все оборудование и играть Что, безусловно, здорово Что касается того, как будет происходить фестиваль Через парк в эти дни, по нашим, ну, наверное, расчетам Или как мы планируем, должно пройти 1100 детей Это большая цифра, да Мы, конечно же, здесь присоединяемся и к школам Просим их, чтобы они как-то активно участвовали в этом процессе Мария, расскажите, пожалуйста, откуда вообще идеи? И почему именно эти игры? Как вы выбирали? Да, действительно, мы все сначала думали, что пойдем в сторону Футбола Но поняли, что на самом деле это не совсем исконно русская игра Поэтому начали прямо спокойно просто гуглить Что же является нашими национальными играми Какие они Потому что ни я сама ни разу не играла Ни в одну, ни во вторую игру Поэтому пришлось буквально изучать Выяснилось, что есть в регионе специалисты Нашли их, пообщались Они с удовольствием откликнулись на нашу идею Вообще, мне кажется, это здорово Когда мы ребят знакомим с национальными особенностями В том числе и игры Ведь игра – это, в общем-то, основа детского занятия Они в игре развиваются, знакомятся Выстаивают дружественные отношения Соответственно, игра должна быть Пусть она будет национальная Вот примерно так Скажите, а у детей, кто-то спрашивал То есть есть вообще заинтересованность Именно этими играми у наших детей? Вообще, безусловно, перед тем, как подавать заявку Мы интересовались, конечно же Звонили и в школы А надо сказать, что рядом еще находится Колледж Олимпийского резерва И мы туда тоже звонили, спрашивали их мнение Будет ли востребована эта история Оказалось, что да Все равно детям интересно Те игры, которые они уже знают Ну, они знают А вот что-то новое Получить какие-то новые знания Тоже, безусловно, хочется Поэтому, да, востребовано Две игры То есть лапта и городки Да Расскажите вообще программу Давайте подробнее Что там будет Кто будет Что в эти два дня будет происходить? Да Смотрите На спортивных площадках, как я уже сказала Это будут основные наши игры Также будет площадка сцена Мы поставим большой плазменный экран Где будет идти трансляция То, что происходит на спортивных площадках На сцене будет культурная программа И она тоже будет иметь национальный колорит И национальный характер Конечно, мы сюда позвали и училища культуры и искусства Которые проведут флешмобы, посвященные движению первым Их научат кричалкам, движениям То есть это будет такое веселое, на самом деле, мероприятие Помимо колледжа культуры и искусства Здесь будут еще и разные ДК С представлениями национальных уже Такие национальные представления И русские, и чувашские, и татарские Мы покажем, в общем-то, охватим культуру региона, можно сказать Но это будут в основном детские и молодежные коллективы Потому что все-таки хочется, чтобы для детей Дети выступали, а не старшие поколения Еще, конечно, у нас будет интерактивная площадка Которая посвящена мастер-классам И здесь мы еще решили поставить аквагрим Где любой желающий на щечке может нарисовать и стрелочку Это такая красная стрелочка Логотип движения первых Либо флаг Российской Федерации В общем, мы решили, что здесь тоже можно будет Это все будет абсолютно бесплатно Студенты колледжа культуры и искусств проведут мастер-классы Они тоже будут носить, конечно, национальный характер Это будут либо матрешки, либо какие-то такие поделки национальные Я думаю, для младшего звена школьного Это будет достаточно интересно Надеемся, что старшие все-таки ребят пойдут уже на спортивные площадки И будут там познавать лапту и городки А родителям будет чем заняться? Ну, вообще, мы планируем, что ребят придут после школы с учителями Но если они приходят, конечно, с родителями Я думаю, что найдут себе занятия И те же самые мастер-классы тоже будут интересны Но концертная программа от творческих коллективов, я думаю, что тоже впечатлит Важно, еще одна площадка у нас будет посвящена также спорту Это управление спорта города Нам подготовит такие веселые игры Они немножко будут в стороне у нас находиться, на входе в парк «Семья» Но, в общем-то, тоже можно будет вполне присоединиться и к этому направлению А там что? Там будут такие веселые забавы, веселый бег в мешках Вот эти веселые игры, такие национальные То есть, может быть, и там поиграть Вы упомянули, что мы одни из многих, кто умудрился, кому повезло выиграть именно этот грант С кем мы соревновались? Какие там проекты были? Я вам могу сказать, что в регионе поддержаны направления, связанные с добровольчеством То есть, вот такого направления, как спорт в регионе, нет Это мы единственные В Ульяновске волонтеры-педагоги одержали победу Волонтеры-культура одержали победу И педуниверситет тоже с профильной такой ориентацией на педагогов и добровольцев Соответственно, вот такое направление узкоспортивное И еще и в общественном пространстве, которое останется на долгие годы И можно будет пользоваться, такой вот проект в регионе единственный Это действительно уникальный такой шанс Да, на самом деле, даже когда писали, не очень верили Потому что очень большая сумма уходит на инфраструктуру Это тоже понятно, да И проект был поддержан и, на самом деле, набрал достаточно высокие баллы Что, безусловно, нас радует У этого проекта какое будущее? То есть, вы понимаете, что дальше? Именно с этим фестивалем национальных игр Да, он первый Хотелось бы, чтобы было продолжение Это однозначно Но, как я уже сказала, все останется в парке И даже если мы следующий год не выиграем на продолжение этого фестиваля То жизнь этого проекта в любом случае останется в парке То есть, площадка будет Дети смогут играть Останется оборудование Значит, дети смогут им воспользоваться для каких-то совместных игр Вот это и есть основа, на самом деле, того, что мы делаем Изменить немножко пространство Улучшить его Сделать его более современным Кстати, про то, что обычно мы слышим такой негатив в сторону парков Что, допустим, московские, казанские парки Они достаточно современные У нас, к сожалению, не так Ну, да, поэтому мы привлекаем и федеральные, в том числе и проекты Да, вот это вот как раз показатель того, что мы смогли это сделать Да, мы участвуем практически во всех грантах Которые существуют в России, в регионе, везде, куда только можно У нас есть партнеры, некоммерческие организации, которые готовы нас поддержать Это важное направление, на самом деле, для любого учреждения сейчас А в культуре уже особенно, да Я благодарю вас, Мария, за такую беседу И желаю вам удачно провести этот фестиваль И пусть он будет первым И ни в коем случае не последним И вам удачи в ваших начинаниях и в ваших проектах А на этом у нас все Мы прощаемся с вами Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА